девочки всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия сегодня хочу показать как переделать горловину если у вас пошло что-то не так то есть пряжа вытянулась не рассчитали размер горловины но начинали вязать сверху вниз то есть петли на изделие набраны были вот здесь на горловине сверху и вы начали вязать вот отсюда то есть у нас это реглан вот такой платьишка у меня вязала его племянницы и получилось так что пряжа сильно растянулась горловина очень широкая пряжа это у меня ализе baby best очень мягкая приятная пряжа то есть это бамбук тут в составе 90 акрил 10 процентов бамбук приятная на ощупь просто ребенок не носит вообще не переносит никакие другие пряжи кроме вот таких вот мягеньких синтетических каких-нибудь плюшевых все остальное ребенку колется ну и как вы видите вот так повела себя пряжа горловина очень сильно растянулась то есть ребенок чуть ли не вываливается из этого платья хотя носит с удовольствием и достаточно долго на его уже носит так вот если мы набирали петли вот отсюда с горловины то мы их не распустим вот сейчас покажу здесь у меня вот они мне ниточки тут спрятаны я нашла тут какие-то узелки однозначно я их сейчас наверное не вытяну потому что я делю ниточки раз заправляю их в разные стороны и и скорее всего не получится у меня их достать поэтому я просто сейчас обрежу тут какую-то петельку то есть я хочу просто подрезать вот здесь вот наборную петельку и показать вам что отсюда сверху распустить у вас ничего не получится то есть они вот так вот эти петельки затягиваются надо их расправлять расправлять искать и вытаскивать каждую петлю это очень долго муторно неприятно в общем видите да вот так вот каждую петельку вам придется вытаскивать это очень и очень да но все дальше не буду то есть вот просто потянув за ниточку мы с вами отсюда однозначно не распустим поэтому я принимаю решение набрать петельки вот здесь я беру спицы возьму я не помню вот какими спицами я вязала скорее всего на пятерки вязала возьму тройку для того чтобы мне тут по плотнее горловиночка получилось и вот начиная где-то вот отсюда буду поднимать сейчас петли там где у нас начинается резинка вот эта ажурная да есть и изнаночные петли и здесь мы можем увидеть вот она петелька вот она петелька дальше вот она пошла петля вот она и так далее вот эти петли мне сейчас нужно поднять ну вот отсюда пожалуй начну поднимать так 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 то есть вот видите да мы с вами берем те петли которые то есть их надо здесь увидеть вот видите вот она петля от одной ниточки все эти петли идут я их подхватываю вот ведь она пошла уже в изнаночную петлю здесь так так все вот таким образом я сейчас пройду по кругу и подниму эти петельки надеюсь что я понимаю то что мне нужно вот вот таким образом у нас петли сейчас окажутся на спице с леской леску пока взяла побольше посмотрю может быть потом поменяю у меня есть еще покороче лески и спицы тоже короткие для того чтобы мне удобно было вязать горловину все продолжаю потом включусь когда будем эти петельки ловить я уже смотреть почти заканчиваю хотела вам показать то есть я показала вам на лицевых петельках а здесь вот у меня например встречается еще изнаночные да и вот здесь вот смотрите точно так же вот как идет ниточка вот она проходит да я смотрю за этой ниточкой так 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 все здесь сложно тут же еще и прибавки у реглана поэтому вот она вот она уходит сюда и вот она вот моя ниточка дальше она пошла вот она то есть всегда следите куда идет ниточка ничего страшного если вы не попадете тоже не уверена что попала именно один и тот же ряд может быть где-то что-то промахнулась как раз будем распускать и увидим что мы делаем дальше смотрите вот если у меня вот эти петельки висят на спице я смотрю что у меня их держит то есть вот она петля предыдущего ряда и здесь я вот эту вот ниточку подрезаю подрезаю сейчас буду распускать надеюсь что я подняла то что нужно видите петельки остаются на спице может быть в другую сторону надо было пойти смотрите как вам удобно можно в принципе и с той стороны пытаться распустить вот она видите ниточку достаю петля остается на спице вот таким образом сейчас нам нужно распустить весь этот ряд но когда вы распускаете проверяйте обязательно что петля осталась на спице если вы где-то промахнулись до набрали не из того ряда петельку то вам придется к этой петле вернуться можно в принципе например распускать да и тут же под подхватывать эти петли на другую спицу вот таким образом да вот подхватили отсюда вытащили ниточку если где-то будет что-то не на той не в том ряду подхвачена да у вас будет шанс эту ниточку сейчас поднять где она ну муторно соглашусь муторно ли моя ниточка которую я распускаю видимо что-то не то у меня тут поднялось нет вот она все распустилась вот она петля у меня осталось все следующая петелька точно также распускаю в общем тут придется поковыряться по крайней мере мы распустим с вами только один ряд видите да вот все петельки у меня остаются на спице и вот отсюда я начну вязать новую резинку резинка у меня будет точно также с косами то есть вот здесь вот две петли для 1 это наверно 1 изнаночная 4 петли лицевых и перекрещивания по-моему через пять рядов в шестом вот ведь у меня резиночка остается как бы отдельно от платья петельки на спицы но хочу вам сказать если вы впервые будете это делать имейте ввиду что мы по ним поднимаем не те петли которыми мы вязали потому что мы вязали сверху вниз а сейчас мы набираем петли для того чтобы вязать снизу вверх и поэтому у нас с вами будет сдвиг на пол петли имейте ввиду если у вас узоры тут резинка или еще что то здесь получится небольшой сдвиг как бы на пол петельки да кстати вот ниточка у меня уже длинная долго и и тут вытаскивать я ее просто подрезаю чтобы мне легче было продвигаться вперед все продолжаю распускать будь бы во всех моментах я вам тут сказала то есть дальше я буду вязать поворотными рядами почему потому что я решила что мне нужно сформировать здесь разрез для того чтобы голова свободно проходила в горловину и легко было надевать это платье сзади у меня будет формироваться разрез да и под пуговку потом сделаю вот смотрите нашла момент где я подхватила петли не из того ряда то есть видите я их повесил на спицу а здесь сзади у меня получилась ниточка то есть я их сейчас перейдеваю и попробую вот так вот подхватив эту ниточку до провязать раз два все теперь у меня сзади здесь ничего не болтается и те которые петли нужны мне то есть вот проверяйте по всему набору чтобы все петельки именно того ряда который мы поднимаем были на спицы а сзади никаких ниточек у нас не болталось смотрите взяла дополнительно еще иголку вот так вот растягиваю сразу иголочкой подхватываю эту нитку которую распускай и мне останется сейчас только переодеть петельки где вы наверное если пряжа у вашего изделия с ворсом будет вот это сделать проблематично потому что даже вот такую пряжу я распускаю у меня так здесь тоже самое смотрите у меня вот она вот она ниточка образовалась за теми петлями которые я поднимаю сейчас я буду их точно также провязывать вот она видите все пошла разбираться просто на камеру мне это делать неудобно вы поняли да я их сейчас переснимаю так мне еще вот эту надо убрать нитку отсюда до распустить вот и вот она у меня что-то тут вот она вот она нитка освободилась я сейчас переснимаю петли и их провяжу все вот теперь у меня все петли на спице ничего не день болтается и так все петли горловины у меня на спицах вот у меня хвостик нити который я распускала к нему я сейчас присоединяю ниточку от нового клубка и начинаю вязать но тут я думаю что вы сами разберетесь как связать заново горловину посередине да кстати я сейчас дойду до середины спинки и вот отсюда начну вязать поворотными рядами здесь у меня сформируется на спинке разрез я сделаю петельку пришью пуговичку и ребенок свободно будет надевать это платье ничего не будет его сковывать вот она растянутая горловина это уже на выброс идет все когда свяжу новую горловину покажу вам что у меня получилось ура я закончила платьишко получает новую жизнь любимое платье когда все сейчас вот здесь вот крючком прям сделаю петельку и здесь пришью тоненькую пуговку все это будет выглядеть вот так видите получилось такая как бы капелька вот все горловинка подсоблылась сейчас точно ребенок не выпадет из этого платья думаю проносит еще достаточно долгое время а у меня на этом все если вам видео было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами была юля и мой факультет рукоделия увидимся в новых мастер-классах